В храм святой мученицы Татьяны верующие идут со всей Самары. Люди верят, Матушка Матрона услышит и в беде не оставит. Мы ее очень все любим, Блаженную Матронушку. Это очень трогательно, я в это очень верю, поэтому пришла. Блаженная Матрона родилась в 1881 году в крестьянской семье. От рождения она была слепа, а к 18 годам потеряла способность ходить. С детства Матрона играла с иконами и была глубоко верующей. Имела способность лечить больных и предсказывать будущее. Кто-то просит о том, чтобы супруг вернулся или супруга вернулась. Кто-то просит мира в семье. Все по-разному. Но однозначно можно сказать, что прикладываясь к мощам, почитая святую, поклоняясь и прося ее заступнических молитв, люди меняются, это точно. Мы видим, как люди одними входят в храм и совершенно иными, преображенными, осветленными, уходят из него. Это, наверное, самое главное чудо. Мощи святой Матроны будут находиться в храме святой мученицы Татьяны до 7 февраля. Его двери открыты для всех с 9 утра до 6 вечера. Потом мощи перевезут в храм в честь иконы Казанской Божьей Матери. Андрей Трой, Алексей Золотенков. События. Ему не прийти. Субтитры создавал DimaTorzok